Новая экспозиция Юрия Глюдзи в Курске, хотя совсем недавно художник выставлялся в Белгороде. В среду пейзажи мастера, воспоминания о Европе, о родном Закарпатском Ужгороде, о пленэрах по городам России на время поселились в городской администрации. Не обошлось и без видов Курска, которые обязательно присутствуют на каждой выставке в мэрии. На этот раз никаких абстракций, реальные живописные впечатления от реальных путешествий художника. Где только ни был Юрий Степанович, и в жарком Лазаревском, и в самобытный Вологде, и в древнем Суздале, и за границей, жизнерадостные цвета Италии раскрасили воображение мастера раз и навсегда. Это тоскально, но это же горячие, не раскаленные пески, но в всяком случае все довольно насыщенно. А это Ужгород, родина художника. Закарпатский городок с густым воздухом, старинной архитектурой и национальной самобытностью. Там, на Западной Украине, и следует искать истоки творчества Глюдзы. Зачем я воспитан, это провел много времени, юношество, когда учился в училище. Это как раз такое место, самое важное в городе, где люди прогуливаются, встречаются, договариваются. Отличает его, прежде всего, вот такое самобытное, живописное манера письма, очень своеобразное, такая декоративное, насыщенное. Это отличает его от других художников. Многочисленные пейзажи сменяются натюрмортами. Розы, жасмины, даже клеродендрон. Отзвук ботанических пристрастий Глюдзы. Поддерживает их и жена Юрия Ирина. Она вообще всегда поддерживает мужа. Что касается какой-то помощи в составлении экспозиции или в подготовке какой-то сопроводительной рекламной продукции, конечно, я помогаю. А это яхта «Надежда». Еще одно впечатление путешествующего художника. «Надежда» самого автора опять-таки связана с работой. Ведь в мастерской так много этюдов, которым предстоит стать картинами с размашистой подписью «Глюдза». Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, Телеканал, СЕИМ.